Суфер и болезни в стране не существует, на самом деле, в километрах, и в болезни не существует, что касается пути и болезни, то более правильное мнение, кто говорит 6+, нет каких-то ограничений в состоянии, допустим, или в ограничении по времени, что будет именно столько. И то же самое касается и болезней, это какие-то ограничения явные. Некоторые ученые говорят, что путь, это когда ты выходишь в путь приблизительно на 83 километра. Однако более правильно, что необходимо возвращаться к тому, что является устойчивой традицией в данной местности. То, к чему люди привыкли, то, что люди обычно к себе ведут в качестве обычаи. То есть, если человек, допустим, у него какая-то иголка попала в руку, это болезнь? Да, это болезнь, и что доставляет это болезнь. Однако это болезнь, позволяет ему? Нет, конечно, потому что в обычае людей, это болезнь не считается той болезнью, которая что усложняет ему соблюдение по 100 месяцев рамадан. То же самое касается путью. То же самое касается, что путью в городе Истамбул, внутри Истамбулу, то есть, допустим, человек едет с Европы в Асию, неправильно будет это считать путем даже, потому что в обычае людей это не является путем, не является сафаром. Да, и даже, например, не подожди на своих родственников, не берет эту сумку, не рассматривает машину, там есть там масло, там и так далее. Если кто-то позвонит, потому что ты в Истамбул, в европейской части, он говорит, нет, я вышел в путь, я в сафаре, я поехал в Асию. Может быть, он смеется?